Сделаем возможность атаки, добавим анимации, противников и все это на C++. Профессионалы доверяют киберкала и изучают интенсив. Разработка игр на C++ в Unreal Engine 5. Это полное погружение в масштабируемые игровые проекты. Возможность создать свою мультиплеерную игру на языке программирования C++. Переходи по первой ссылке в описании и приобретай интенсив уже сегодня. Начнем с добавления новых действий. Открываем Input Mapping Context. Нам необходимо действие атаки. Добавим новый Input Action в соответствующую директорию. Назовем его, допустим, EA, нижнее подчеркивание, Attack. Для данного проекта действие атаки будет назначено, допустим, на пробел и на правую кнопку мыши. Нажимаем на индикатор клавиатуры и кликаем в первом случае на пробел, а во втором правой кнопкой мыши. Создаем новую функцию On Attack Press. Данная функция будет обрабатывать действие атаки, что мы будем делать, когда нажмем кнопку атаки. И так как мы работаем в новой системе ввода, нам необходимо добавить новые Input Action. Скопируем код для прыжка и модифицируем название. В первом случае это будет Attack Click Action, а во втором случае Attack Press Action, потому что мы будем обрабатывать нажатие. Правая кнопка мыши и нажатие кнопки на клавиатуре. Пока что разделим эту логику. Вместо того, чтобы на каждый тик проверять, нажата ли кнопка, выполнено ли действие, мы будем использовать стандартный метод SetupInputComponent. В нем же задается binding. И вот тут мы используем EnhancedInputComponent и вызываем метод BindAction. Таким образом мы привязываем действие атаки, Attack Click Action и Attack Press Action к методу, который называется OnAttackPressed. Обратите внимание, E-TriggerEvents в значение Started. Что же будет происходить, когда мы действительно нажмем на кнопку атаки? Можно поступить напрямую следующим образом. Возьмем и с помощью Cast получим PlayerAvatar. А затем у PlayerAvatar вызовем метод CanAttack. Если PlayerAvatar, конечно же, заспавнился и Cast вернул не нулевое значение. GetPone возвращает указатель на текущего контролируемого персонажа. Функция Cast делает не что иное, как приводит возвращаемый указатель на A-Pone к указателю PlayerAvatar. Также необходимо проверить, может ли игрок атаковать. Для этого мы в предыдущих видео сделали метод CanAttack. Вспоминаем, что CanAttack выглядит следующим образом. Давайте улучшим данный метод. GetMesh возвращает указатель на SkeletalMesh, на компонент персонажа. Проверим состояние анимации. Если состояние анимации равно локомоции, то персонаж может атаковать. В простом случае, функция Attack попросту будет сбрасывать состояние атаки, а именно сбрасывать таймер. AttackCountingDown. Так как у персонажа функция Tick проверяет и изменяет состояние персонажа на Attack, когда значения AttackCountingDown и AttackInterval эквивалентны. Задание AttackCountingDown с значением ItsAttackInterval позволит нам начать воспроизводить анимацию атаки. Следующим действием будет уменьшение AttackCountingDown так, чтобы функция CanAttack могла вернуть положительное значение True, после того, как AttackCountingDown достигнет нуля. Задаем у PlayerController, у нашего нового InputMappingContext, который мы сделали. Это новый InputMappingContext. Также можно это сделать в настройках проекта. И удостовериться, что у нас именно тот PlayerController класс, который мы ранее сделали. И видим, при нажатии на правую кнопку мыши персонаж атакует. Но, по каким-то причинам, состояние застревает в состоянии атаки. Он не возвращается в состояние локомоции. А все потому, что у нас есть уведомления о завершении анимации, но мы никак их не обрабатываем. Оказывается, в AnimationBlueprint есть функция OnStateAnimationEnds. Сначала сделаем эквивалентную реализацию в Blueprint. Итак, уведомление о завершении анимации вызывает OnStateAnimationEnds. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на канал и отправляй видео другу. Основная задача данной функции – осуществлять переход между состояниями анимации. Осталось обработать состояние смерти. Для этого у PlayerAvatar есть метод DieProcess. Функция, которая убирает и уничтожает персонажа со сцены. Unreal Engine позволяет управлять сборщиком мусора с помощью вызова Force Garbage Collection из G-Engine. Когда Эктор инициализирован, движок выделяет блок памяти для хранения информации о Экторе. В то же время, указатель, который возвращается на Эктора, хранит в себе начальный адрес блока памяти. Когда Эктор помечен для удаления, блоки памяти не освобождаются мгновенно, а только тогда, когда начинается сбор мусора. После чего память от разрушенных объектов будет освобождена. Класс противника Enemy создаем по образу и подобию нашего игрового персонажа, за исключением некоторых отличий. Изменим значение жизни, силы, брони и интервала атаки, чтобы противник был заведомо слабее. Также мы добавим переменную Chase Target, чтобы кэшировать указатель на текущую цель, которую преследует противник. В данном случае это наш игрок. Далее будем добавлять сенсор. Pwn Sensing Component. Этот компонент работает как радар, который проверяет, находится ли игрок в области восприятия данного противника. Когда игрок был обнаружен, переменная Chase Target задается равной игровому персонажу. В случае, когда игровой персонаж находится вне области видимости противника, данная переменная задается как нулевой указатель. Null Pointer. Также добавим новую функцию, которая будет называться Chase. Эта функция помечена как Blueprint Callable. Когда Pwn Sensing Component вызывает Event OnSea Pwn, Blueprint вызывает функцию Chase для задания цели. И только тогда персонаж противника начинает преследование игрового персонажа. В сравнении с PlayerAvatar, две дополнительные вещи присутствуют в классе Enemy. Это Pwn Sensing Component и имплементация функции Chase. В конструкторе класса функция CreateDefaultSubObject вызывается для создания компонента. Задание очков жизни происходит аналогичным образом в BeginPlay. Для создания NPC, неигрового персонажа, будем использовать AI-контроллер. В Unreal также присутствуют Behavior Tree и Blackboard. Это другие способы для создания искусственного интеллекта. Так как наш Enemy Controller будет исполнять всего лишь одну функцию Make Attack Decision, которая, что следует из названия, будет определять решение об атаке, то для этих целей отлично подойдет простой AI-контроллер. В последствии вы всегда можете добавить более сложную логику для принятия решения. С расширенными алгоритмами искусственного интеллекта данная функция проверяет расстояние между преследуемой целью и противником. Если данное расстояние короче, чем дальность атаки противника, то происходит действие атаки. Если цель находится в границах области атаки и противник может атаковать, функция вызывает функцию Attack контролируемого персонажа. В данном случае это Enemy. Также рекомендую прочитать мою последнюю книгу Advanced Multiplayer Game Development with Unreal Engine 5. Это полное руководство по C++ скриптингу в Unreal Engine. Сможешь сделать свой мультиплеерный проект, да еще и с примерами и наглядными объяснениями. Также в книге присутствует несколько лайфхаков по оптимизации проектов, а также паттерны проектирования мультиплеерных игр. Обязательно посмотри по ссылке в описании, электронное издание уже доступно для предзаказа. Перемещение AI-контроллера управляется с помощью так называемого алгоритма эвристического поиска. Иначе алгоритм поиска пути A звездочка. Данный алгоритм поиска пути ищет наикратчайший путь от стартовой позиции до точки назначения. Карта должна предоставить информацию о навигации. Для этого используем nav-mesh-volume. Осталось добавить blueprint анимации для противника. Впоследствии мы сделаем рефакторинг и перенесем все в единый AnimInstance. Для начала давайте сделаем такой же AnimInstance, как для плеера, только для противника. Будем дублировать код, да это не очень оптимизировано и нарушает паттерны, но для учебных целей, чтобы понимать, что у нас у Enemy абсолютно та же логика, что и у плеера, сделаем копию кода. EnemyAnimInstance класс наследуется от класса AnimInstance, ровно так же, как и плеер, AnimInstance. Переопределим состояние противника как перечисление EnemyState. Вернемся к Enemy. Нам необходимо доделать функцию Tick для того, чтобы, во-первых, получать состояние анимации EnemyAnimInstance. Получаем EnemyAnimInstance из следующих соображений. Во-первых, необходимо включить заголовок EnemyAnimInstance, чтобы иметь возможность приводить типы и среда разработки не ругалась. Получаем Mesh с помощью функции GetMesh, и у этой функции есть следующий метод GetAnimInstance. Таким образом, можно получить непосредственно AnimationInstance. После чего можно задать скорость. Скорость можно получить из функции GetCharacterMovement и получить значение Velocity. Далее проверяем. Если CountingDown, то есть таймер обратного отсчета у атаки, равен интервалу атаки, то задаем состояние анимации Attack. Перечисление переназываем как EnemyState. И меняем везде в коде, потому что это состояние противника. Не переживайте, данный момент будет переработан в дальнейших видео. На этапе рефакторинга. Пока же дублируем код. Проверяем, если AttackCountingDown больше нуля, то уменьшаем AttackCountingDown на DeltaTime. Также проверяем, если преследуемая цель существует, и состояние AnimationInstance равно локомоции, то нам необходимо, во-первых, получить EnemyController, а затем сделать решение об атаке. У нас есть новый метод MakeAttackDecision. Для этого, чтобы вызвать этот метод, нужно получить EnemyController. Используем Cast и получаем контроллер. Далее можно вызвать MakeAttackDecision и передать туда ChaseTarget. Заполняем оставшиеся функции, которые возвращают внутренние переменные. Также метод IsKilled, CanAttack, идентичный персонажу. Мы это уже делали в предыдущих видео. AnimationInstance получается с помощью GetMesh, GetAnimInstance. Этот метод называется именно GetAnimInstance. И заполняем условия для того, чтобы проверять, может ли персонаж противника атаковать. Если таймер обратного отсчета атаки меньше нуля и состояние противника Locomotion, возвращаем True. Если оба условия не выполняются, возвращаем False. Один из интересных методов – Chase. Он у нас новый, поэтому стоит уделить особое внимание. Во-первых, AI-контроллер имеет следующие методы, которые работают в купе с навигационной сеткой, NavMesh. Во-первых, есть MoveToActor. Перемещает Pawn в локацию указанного актора. Во-вторых, есть MoveToLocation. Перемещает Pawn в целевую позицию. MoveTo перемещает Pawn в целевую позицию, но использует faiMoveRequest структуру в качестве параметра для передачи информации о движении. А также есть метод StopMovement, который, как следует из названия, останавливает и прекращает текущее движение. Когда функция Move вызывается в классе AI-контроллер, она использует текущую позицию Pawn, которым владеет, в качестве стартовой позиции, а также предоставленную позицию целевого перемещения для генерации наикоротчайшего пути, по которому может перемещаться Pawn. Данное решение основывается на сетке NavMesh. И чтобы данный алгоритм поиска пути работал, необходимо корректным образом настроить NavMesh. Для этого мы ранее перетащили NavMeshBounceVolume на уровень. Остальные методы у нас абсолютно идентичны тому, что мы делали ранее для персонажа. Рекомендую посмотреть предыдущее видео, если забыли что-то. Где задать вопросы и получить помощь, если что-то не получается? Во-первых, у нас теперь есть секция комментариев на сайте learn.kiberkala.ru. Это образовательная платформа. Переходи по ссылке в описании, входи в свою учетную запись и оставляй комментарий именно под этим занятием и получай ответы единомышленников, а также менторов. Во-вторых, есть телеграм-канал. Можно перейти по ссылке в описании и там задать свой общий вопрос. Исправим небольшие опечатки. Метод называется GetAnimInstance в Unreal Engine 5.3 и PlayerState для противника у нас изменится. Также изменится MakeAttackDecision. Необходимо исправить немножечко условия. Нам нужно добавить проверку дистанции и проверку возможности атаки. После чего собираем проект. Все зеленое. Отлично. Последнее, что мы сделаем в этом видео, это добавим Animation Blueprint для противника. Родительский класс у нас будет вновь созданный EnemyAnimInstance, а скелетон у нас EnemySkeleton. Animation Blueprint для противника будет у нас аналогичен персонажу. Напоминаю, у нас есть State Machine в Animation Graph и есть следующее состояние. Локомоция, атака, удар и смерть. Эти состояния добавляются в машину состояний. Для каждого состояния добавляется соответствующая анимация, затем добавляются переходные состояния. И задаются условия для данных переходов. После чего мы связываем эвенты, attack ends, hit ends, die ends с функцией onStateAnimationEnds. Осталось добавить Blueprint для противника и проверить наш bone-sensing component, настроить противника и его параметры. Параметры восприятия. Их можно регулировать. В разделе AI в данном разделе предоставлены такие значения для визуальной детекции, как порог слухового восприятия, радиус взгляда, интервал чувствительности, а также есть возможность прослушивать шум. У противника зададим слегка меньшую скорость перемещения, чем скорость перемещения основного персонажа. И вот вам уже не терпится протестировать игру. Для этого разместим противника на сцене и убедимся, что у нас проект не упадет. Смотрим, что у нас все получилось, только вот почему-то противник не реагирует на нашего персонажа. Это мы исправим уже в дальнейших видео. Надеюсь данное видео понравилось, я же благодарю за просмотр.